Музыка 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 А игра такая шла чисто на результат, поэтому опасения были, и в принципе никто не выпадал по большому счету из командной игры, поэтому не стал я делать замен никаких. Многие опасались, что в это время в Сибири футбольный газон будет не самого высокого качества. Не мешало сегодня трава? Я скажу, что мы были приятно удивлены и честь и хвала тем сотрудникам клуба, которые отвечают за подготовку газона. Газон, считаю, что в это время года в вашем регионе в отличном состоянии, позволял полностью играть в хороший футбол. Спасибо. Коллеги, вопрос. Прошу вас. В первом тайме примитие Пакева ощущалось, во втором уже сложно кому-то предпочтение отдать. Это Томик выровнял игру или у вас команда опять же без замен подсела? Ну я не скажу, функциональная команда не подсела. Понятно, что Том играла последнюю домашнюю игру и хотели победить они, ну как лидеры, терять, наверное, негоже. В подсознании, может, и сидело то, что они нас во втором туре в Воронеже обыграли 3-1. Ну тогда у нас немножко и состав другой был, и уровень сыгранности совсем другая была. Все. И я не думаю, что, ну просто они стали больше идти уже в атаку, в атаку. Поэтому игра выровнялась. А вы правильно заметили, по первому тайму у нас было преимущество. Еще вопрос. Прошу вас. У вас задача поставить на сезон быть в десятке, но, кажется, аппетит приходит во время еды, нет ли жирания, но сейчас уже побороться за более серьезные места? Ну аппетит у нас никогда и не пропадал, если вы имеете в виду чисто в житейском плане, то, судя по моей комплекции, у меня с аппетитом все нормально. Что касаемо футбольного аппетита, задача в десятке, и я говорил еще раз, повторю, еще раз, в очередной раз повторю, что в десятке любое место может, с первого по десятого. Ребята играют, и играют в хороший футбол, доставляющий удовольствие нашим зрителям. Поэтому не случайно «Факел» самая посещаемая команда в футбольной национальной лиге, и многие команды премьер-лиги могут подзавидовать. У нас посещаемость меньше 10 тысяч на играх не бывает нашей команды. Значит, играет тот футбол, который нравится зрителям, а мы играем для них все, и готовимся к каждой игре, банальные вещи, да, к каждой игре, каждому сопернику изучаем слабая, сильная сторона. И за счет этого и добиваемся какого-то на данный момент результата. Это команда, что касается руководителей, людей, которые курируют команды, как-то конкретно задача сформулирована относительно выхода в премьер-лигу? Ну, такой конкретной задачи, что команда должна только выйти со второго дивизиона. Получится хорошо. Дивизиона, да. Ну, мы играем, как получится, но никто не говорит, что нет, вы не выходите, или мы не хотим. Я не буду лукавить, мы находимся в лидирующей группе, и у нас, скажу, что календарь хороший. С чем связан хороший календарь? Те, ну, команда, простой анализ, команда, лидирующие команды, лидирующие команды, на две, некоторые команды, даже на три игры сыграли домашних игр больше, чем мы, вот в этой группе лидеров все. Поэтому второй круг у нас, спаренный домашний прием, две игры, мы намного меньше сыграли на своем поле, чем мы, это тоже немаловажный фактор. И поэтому мы пошагово будем решать задачи. Как получится, получится выйти, будем выходить в этом году. Не получится, за это нас никто не четвертует, скажем так. Руководители поставили задачу в десятки, мы пока ее выполняем на сегодняшний день. Ну, мне кажется, это тот случай, когда грех жаловаться на результат. Мне кажется, что обидно было бы и нам, и сопернику, если бы кто-то проиграл. Еще раз убедился, что факел очень серьезная, организованная команда, у которой есть во всех линиях игроки хорошего, высокого, прям скажем, уровня. И это совсем не случайно, что они так хорошо и резко прибавили. Что касается нас, то тоже сложно жаловаться. Появилась так, у нас проблема, когда у нас выпадает обойма игроков, и потом они не сразу втягиваются в ритм. Поэтому не все сыграли на своем уровне сегодня. Но, тем не менее, доволен результатом. Как теперь понимаю, надо больше рассчитывать было бы неправильно, несправедливо подношение к сопернику. Мы сыграли последний матч у себя на стадионе, поэтому моя глубокая благодарность болельщикам нашим, которые в этом сезоне, как никогда, почти ни одной игры не было, чтобы мы играли в комфортных условиях. Все время или снег, или дождь, или прохладно. Тем не менее, болельщики нас поддерживают. Сожалею, что не порадовали мы их победой, которая так жаловна была. Отдельное спасибо работникам стадиона. Как бы трудно ни было, мы все-таки играли на поле нормального, хорошего качества. В условиях Сибири это в каком-то смысле подвиг. Спасибо. В первой части пресс-конференции прозвучала мысль относительно того, что в первом тайме доминировали наши сегодняшние соперники. Насколько вы согласны с этой оценкой? Ну, уж насчет доминировать не скажу. Ну, да, некоторое преимущество было. После того, как мы не использовали два момента, так бывает. Не забил ты, забивает тебе. Игроки об этом помнят. Начинают играть с зазором больше, чем положено. Одна из проблем нашей игры, что мы не очень плотно... Как бы по позициям есть, и по игрокам есть, но мы даем сопернику возможность принять мяч и отдать. Ну, да, некоторое преимущество было. По голевым моментам, ну, там, то, что мы считаем, мне кажется, равенство тоже было. Вопросы, коллеги? Прошу вас. То, что теперь помнятки стоят в этом году, только по горизонтам матча, вас как-то скорее радуют? Какие эмоции вызывают? Да нет, ну, чтобы радовало особых, особого нет, конечно. Но без трепета какого-то особого, да без робости едем играть на выезде. Надеюсь, что будет там в комфортных условиях более-менее будем играть. Правда, все игры... Нет, с Арсеналом мы будем играть на естественном газоне, а вот три игры в условиях синтетики, то, что для нас не очень приемлемо, у нас есть группа игроков, я уже несколько раз говорил, что не очень хорошо воспринимают вот игру на синтетике. Но еще раз повторяю, едем за очками. Будем в Красноярске на матче с Байканом, вполне возможно, наших томских болельщиков будет больше, чем болельщиков соперников. Без сомнений, я уверен, наши болельщики. Еще вопрос, да, прошу. Поскольку заключительная дисконсуенция домашняя, вопрос в целом по сезону, вот скажите, как видите нашу команду по сравнению с прошлым сезоном, в чем прибавили, в каких аспектах мы не совсем устраивали? Нет, извините, но я не буду подводить итог. По сегодняшней игре можно так. Впереди еще много чего. Еще, да, прошу вас, Артем. Валерий Петюмич, в перерыве с игрой сигнала Монзора Саная и Кирилла Погребника, двух ярко акцентированных на этап, тем не менее парадоксальным образом в втором тайме моменты, которые создавал Атемию, были острее. Вообще, я бы не сказал, что это парадоксально. Дело в том, что Нехачи, как раз Воронеж очень ярко себя провел в этой позиции. Ну вот, пожалуй. Там ничего особенного по позициям не изменилось. Мы, наоборот, акцентировали в атаку лучшие на флангах в большей степени, чтобы оттуда создавалась угроза. Почти получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова